Добрый день дорогие друзья, с вами снова Шевченко Тарас. И я хотел бы поговорить сегодня о фильме Мстители Финал. Дело в том, что мне на глаза попалось интервью с сценаристами этого фильма. Интервью достаточно уже давнее, где-то месячной давности. Оно было снято уже после того, как вышел фильм в прокат. Я его, к сожалению, в тот момент пропустил как-то. И вот сейчас я его посмотрел. Оно мне очень понравилось, очень информативно. И я бы с большим удовольствием, конечно, его перевел бы и дублировал. Но оно слишком длинное. Там будет почти час видео. Часть этого интервью я планирую перевести. Именно ту часть, которая касается того, как они понимают путешествия во времени. И все, что с этим связано. То есть их видение вот этой проблемы, споров вокруг вот этого всего. Поэтому об этой части, именно о путешествиях во времени, я не буду говорить в этом видео. А в этом видео я хотел бы поговорить о тех сценах, об эволюции сценария. О тех сценах, которые были вырезаны, которые не вошли в фильм и так далее. Понятно, что в этом интервью, скорее всего, не были описаны все сцены, которые не вошли, все изменения сценария. Они говорили только о том, о чем их спрашивали и что они могли вспомнить именно во время этого интервью. Вещи, о которых они рассказали, можно подразделить на несколько категорий. Те вещи, которые были сцены, которые были отсеяны еще на этапе оптимизации сценария. То есть которые даже не снимали, которые были выброшены еще до начала съемок. Потом те вещи, которые сняли, но по каким-то причинам их выбросили. То есть первое, это те, которые даже не снимали, выбросили еще раньше. Те, которые сняли и выбросили. Потом из-за того, что часть сцен выбросили и из-за того, что первоначальный сценарий какие-то вещи недостаточно объяснял хорошо, были сцены определенные досняты. И вот эта третья категория это доснятые сцены. И четвертая категория это те сцены, которые были в сценарии, которые были сняты, но в фильме они оказались не там, где они планировались, они каким-то образом были изменены. И конечно же в этом видео будет куча спойлеров, если вы не смотрели Мстители Финал или Войну Бесконечности, дальше смотрите вы на свой страх и риск, я предупреждаю, будет куча спойлеров здесь. Сценаристы начали работать над этими двумя фильмами еще в 15-м году, в конце 15-го года написали примерный план и к маю они завершили первоначальный сценарий. Они утверждают, что ребята нету никакой Марвеловской формулы, если бы она была, не приходилось бы нам столько потеть месяцами над сценариями. Это просто труд, труд и труд, нет никакой формулы. В сценарии было много всего, но очень много было из него выброшено. В основном выброшено то, что касается например Войны Бесконечности, все что не было связано с камнями, с Таносом, с тем что вот сейчас Танос придет и всему придет конец, как нам остановить Таноса. Все что с этой сюжетной линией не было связано, было все выброшено. Например в сценарии Войны Бесконечности было несколько сцен, там где был показан Капитан Америка, о том что он там живет, встречается, живет с Шерон Картер, об их взаимоотношениях, о том что они там не совсем безоблачные. Но они решили, что ну нет, это сюда не лепится, у нас нет на это времени и они это выбросили. Что касается Мстителей Финал, он вообще он очень длинный из-за того, что там очень большая вторая часть, там где они совершают ограбления в прошлом, забирают эти камни и поэтому им надо показать как они достали все эти шесть камней и на это надо было время. И камни эти могли находиться где угодно, например когда Ракета и Тор похищают камень реальности Эфир из Асгарда, в этот же момент в Асгарде находится также и Тессеракт, он находится в хранилище Одина. Можно было похитить его и оттуда, но они решили, сценаристы, что дескать замок в хранилище Одина слишком тяжело было открыть и поэтому они не могли его оттуда забрать. Но в одном из первоначальных вариантов они отправляли туда за Тессерактом Тони Старка, он был в таком вот своем костюме, который был невидимым и он пытался прошмыгнуть мимо Хеймдаля, конечно же это ему не удалось, потому что Хеймдаль все равно все видит. Там была даже какая-то битва между Хеймдалем и Тони Старком, которая не очень там хорошо закончилась, вот такая была ситуация, потом они от этого отказались. В первоначальном варианте не было битвы за Нью-Йорк, первоначально предполагалось, что они совершат налет на штаб-квартиру Щита, который мы видели в фильме «Первый мститель. Другая война». Камень времени они заберут из этого поселения Камертаж, там где доктор Стрэндж обучался у древней в фильме «Доктор Стрэндж». И также они планировали налет на Асгард. Вот это были три локации, потом в конце концов они решили, что есть битва в Нью-Йорке, это вообще классная идея. И в общем переписали сценарий так, чтобы забрать три камня из битвы за Нью-Йорк. Также была сцена между Джейн Фостер, героиней Натали Портман и Ракетой. Когда он там эфир из нее извлекал, там они должны были что-то там общаться, разговаривать, но они решили, что это совершенно ни к чему, тем более, что может быть они не хотели еще привлекать или не могли привлечь Натали Портман для этого. И поэтому они эту сцену вырезали, мотивировались тем, что времени нету и так, больше трех часов фильм идет, Ракета не член первоначальной шестерки Мстителей. А все разговоры в прошлом, во время путешествия в прошлое должны были служить целям завершения эволюции героев сюжетной линии именно во первой шестерке. Поэтому Тони Старк имеет возможность поговорить со своим отцом, с Говардом Старком. Капитан Америка в прошлом видит агента Картер, слышит ее и это наталкивает ее на мысль, что он может к ней вернуться. Тор разговаривает со своей матерью и так далее, так далее, так далее. И поэтому они решили вырезать эту часть, где Ракета разговаривает с Джейн Фостер. Время сократили, обошлись без Натали Портман. Они взяли неиспользованный материал из фильма Тор 2 и туда вставили просто енота, обошлись таким вот образом. Теперь поговорим о сценах, которые были сняты, но которые не вошли в окончательный вариант фильма. Например, в Войне Бесконечности была сцена, профессор Баннер и Наташа разговаривают, и он ей рассказывает, где он был, где он пропадал. Фактически рассказывает о событиях Тора Рагнера, но они решили, что эта лирика здесь ни к чему, что это лишняя сцена, они ее не включили в фильм. Профессор Халк должен был появиться еще в Войне Бесконечности. Мы помним, что на протяжении фильма он пытается вызвать Халка, Халк не появляется, потому что ему надоело быть мальчиком на побегушках, что он появляется только когда надо кому-то там набить морду. Была сцена снята, где Баннер и Халк друг с другом договорились, и произошло слияние. Появился профессор Халк, и это произошло в тот момент, когда Баннер был в этой броне, Халк Бастер, он ее взрывает с себя и делает после этого что-то одновременно умное и мощное. Ну, чтобы показать, что вот я и умный, и сильный, я синтез этих двух сторон Халка, профессора Баннера. После этого он видит Наташу и говорит ей что-то очень-очень эрудированное, для того, чтобы Наташа сразу же поняла, что, Эй, это не дебил Халк, это профессор Халк. Эта последовательность сцен была снята, но они решили, что она слишком выбивается из фильма, и в общем ее не включили. И это имело определенные проблемы последствий. Потом, уже в Мстителях финала, они хотели показать, что Халк уже из такого вот изгоя, из персонажа, которого все опасаются, рядом с которым очень опасно находиться. Они хотели показать, что теперь люди его воспринимают не так, и они сняли сцену, где он там людей при пожаре спасает. Эту сцену они вырезали, потому что эти цели были достигнуты другой сценой, это сцена, где он в закусочной сидит, там разговаривает с Наташей, с Человеком-муравьем. Потом была еще одна сцена, которая должна была быть после того, как Тони Старк щелкнул пальцами и уничтожил Таноса и всю его армию. И это должна была быть сцена, похожая на ту, как была в Войне Бесконечности, когда Танос щелкнул, и он как бы переместился в непонятное измерение, где он разговаривал с Гаморой, которая была представлена в виде маленькой девочки, которую он встретил, когда захватил ее планету. Они хотели сделать, они даже сняли эту сцену, и в этой сцене после щелчка Тони Старк должен был очутиться в таком же месте, и он должен был встретиться там с своей дочерью, уже повзрослевшей. Ее играла Кэтрин Лэнгфорд, это актриса, которая снималась в сериале «13 причин почему». Были сняты эти сцены, но они решили, что, во-первых, люди не поймут, кто это такая, им надо будет включать мозги, а в этот момент они хотели, чтобы люди имели эмоциональные переживания. Они включали мозги, не думали, кто это такая, а это, наверное, его повзрослевшая дочь. Они не хотели прерывать сцену именно смерти Железного Человека и сцену, когда с ним прощаются люди. Поэтому они решили для того, чтобы эмоциональный накал не снижать, не перерывать эту эмоциональную сцену, они не включили сцену, где он встречается со своей повзрослевшей дочерью, вот в этом непонятном таком измерении. Поговорим теперь о сценах, которые пришлось доснять для того, чтобы лучше разъяснить то, что происходящее зрителям. Из-за того, что они не включили, вырезали сцену, где баннер превращается в профессора Халка, и при этом они сняли уже кучу сцен из Мстителей Финал, где он уже бегал именно в виде профессора Халка. Им надо было как-то объяснить, как он появился, и поэтому они сняли вот эту вот сцену в закусочной, где он сидит с Человеком-муравьем, Капитаном Америка и Наташей, и рассказывает, как он стал профессором Халком. Это была сцена, снята дополнительно для того, чтобы пояснить происхождение профессора Халка, потому что им пришлось вырезать другую сцену, где было это показано. Поэтому им пришлось рассказывать, откуда он взялся, вместо того, чтобы показать это в фильме. Потом, вот эта сцена, где Роди, профессор Халк и Человек-муравей разговаривают о путешествиях во времени, и где профессор Халк пытается объяснить именно концепцию путешествия во времени, которая принята в этом фильме. Сценаристы сказали, что им пришлось доснять, потому что они пытались как-то так намеками, не так прямолинейно рассказать, как путешествия во времени происходят в этом фильме, но люди не понимали. И поэтому пришлось вот так вот прямо в лоб снять дополнительную сцену и рассказывать именно так вот в лоб, потому что именно говорить, что это не так, как назад в будущее. Потому что многие люди все равно думали, что путешествия в этом фильме такие же, как и назад в будущее. Ты что-то делаешь в прошлом, и это непосредственно меняет настоящее. Они не могли пойти на это, потому что им надо было 6 предметов забрать из прошлого. И какие последствия это вызовет в настоящем, когда они туда вернутся. Им нужно было путешествия во времени без последствий, для того, чтобы не разбираться с ними. Для этого им надо было именно рассказать напрямую. И даже после этого, как они говорят, что многие люди, которые смотрели фильм, когда видели тот момент, когда более старшая версия Небюлы убивает более молодую версию, они все ожидали, что вот эта старшая версия сейчас растает в воздухе, потому что она в прошлом себя убила, и соответственно не может существовать и настоящая ее версия. Но в фильме это работает не так, и даже несмотря на прямолинейное объяснение, все равно даже этого было не совсем достаточно. И сама вот эта вот история с Небюлой и ее подмена была первоначально спрятана. Они хотели ошеломить и удивить зрителя. Все эти сцены, связанные с кораблем Таноса, как они узнали в прошлом, что в их прошлом существует версия Небюлы из будущего, получили доступ к ее памяти, увидели все, что произошло, узнали о планах Мстителей, все это было спрятано. Ничего этого не было в первоначальных вариантах, и ничего этого не было аж-аж почти до самого конца. Но потом, когда они делали уже просмотры с тестовой аудиторией, они поняли, что люди не понимают, почему Небюла себя так ведет. Они не понимали, что она подменена. И они решили, что надо показать, что произошла подмена, и вместо того, чтобы удивлять людей, они решили, что надо вызвать чувство такого тревожного ожидания, что зритель будет знать, что она, это не та Небюла, и будет видеть, что Мстители это не подозревают, и должны были такой вот тревогой проникнуться, что сейчас произойдет. И это действительно сработало гораздо лучше, чем просто, если бы вдруг откуда ни возьмись, Небюла начала работать на Таноса, без объяснения, что она была заменена в прошлом. Ну и теперь поговорим о сцене, которая была в сценарии, осталась в фильме, но она не совсем на своем месте. Они конкретно говорили про одну такую сцену, возможно, в фильме их было несколько, но это сцена, с которой начинается фильм Мстители Финал. Это сцена, когда нам показывают Соколиного Глаза, его семью, пикник, и как они все исчезают. Эта сцена должна была быть в конце Войны Бесконечности. Танос щелкает, нам показывают эту сцену уничтожения семьи Соколиного Глаза, потом после этого мы должны были вернуться в Ваканду, там нам должны были показать, как исчезают там Черная Пантера, Баки, Грут, ну и так далее. Те персонажи, которые исчезли в Ваканде. Потом должны были нам показать Титан и показать, как исчезает Доктор Стрэндж, Человек-паук, ну и так далее. Те, которые там исчезли. Но создатели фильма решили, что эта сцена там совсем ни к чему в этом месте, потому что мы не видели Тараджи, на котором все это происходит несколько лет. Они решили, что это лишняя сцена в Войне Бесконечности и перенестили ее в начало Мстителей Финал. И именно в этом месте она отлично работает. Она нам показывает сразу же трагедию, которую пережил Соколиный Глаз. Вся его семья, вдруг он отвернулся и никого не стало. Потом, когда через некоторое время мы видим, что он стал Ронином, мы отлично понимаем, почему он стал. Потому что мы видели это час назад, что толкнуло его на это. А не год назад в прошлом фильме. И потом, когда через 2 часа Халк делает щелчок и всех возвращает, и звонит его телефон, и мы видим имя его жены, которую он звал по имени 2 часа назад, и лицо его жены, которую мы видели 2 часа назад на экране телефона, мы понимаем, кто это такая. Если бы этого персонажа мы последний раз видели год назад, был бы вопрос, кто это такая, что это за персонаж, кто это звонит вообще Соколиному Глазу. Именно в этом месте эта сцена работала просто великолепно. И, конечно же, сценаристы не удержались и сами над собой подшутили. Типа, интересно, как она звонила через 5 лет, что не аннулирован был ее контракт с мобильным оператором. Это при том, что человек этот мертв, и наверняка ее имя где-то вот на этих вот гранитных стеллах, с именами всех, которых стер щелчок Таноса, где-то она была выбита на этой стеле. Вот что я хотел рассказать об этом интервью. Подписывайтесь, ставьте лайки. И до новых встреч. Всего самого наилучшего.